В эти первые морозные ноябрьские дни у здания Балашихинского военного комиссариата с утра Толпился народ, в основном молодые люди, юноши и девушки. В этот день ребят провожали в армию. Такие торжественные проводы стали в Балашихинском районе уже традиционными. Сегодня мы провожаем наших ребят, нашего Балашихинского района, предыдущих сил России. И для чего мы собрались здесь? Чтобы дать им допустимое слово, сказать добрые слова, вручить подарки. Перед собравшимися выступил глава Балашихинского района Кибальник Владимир Иванович. Дорогие юноши, уважаемые родители, сегодня мы в очередной раз провожаем наших детей, преды вооруженных сил. Есть почетная обязанность Родину защищать. Каждый гражданин, и тем более наши парни, они хотят стать или мужчинами, которыми гордится будет и семья. Они, естественно, любого из них, если спросить, может быть не сейчас, но потом хотел бы, чтобы он смог обеспечить достойным заработком свою семью, поднять детей, помогать родителям. И этому становлению помогает и служба в армии. Я хотел бы пожелать прежде всего не уронить чести своего города, своей семьи, своих товарищей. Выполнить свой гражданский конституционный долг, вернуться в город для того, чтобы здесь работать на благо своей семьи, на благо нашей страны. Потому что никто, кроме нас самих, и прежде всего вас, ребята, в 21 веке не сделает жизнь такой, какой вы хотите. От вас это зависит. Я хотел бы, чтобы школа армейская помогла вам возбуждать и стать настоящими отцами, защитниками своих семей и нашего города, нашей страны. Добрый путь с надеждой на ваше мужество, на вашу порядочность, на ваше достойное поведение и выполнение своего долга в армии. Военкомат проводит большую воспитательную работу. До того, как прийти сюда по повестке, ребята уже побывали на таких мероприятиях, как День призывника, где они смогли посмотреть, что же такое армейская служба, подержать в руках оружие, ознакомиться с условиями солдатского быта. Мы расселяем тревогу сегодняшнюю и призывников, и матерей, и молодых девушек, которые сегодня пришли проводить, юношек, в ряды, в гражданах. Но я хочу вас уверить в том, что военный комиссариат не просто производит вот такие вот отправки, а кто многие знает, и многие могут сказать, что судьба каждого призывника будет отслеживаться и военным комиссариатом, и администрацией нашего района. В духе старых, добрых русских традиций, всех новообранцев благословил благочинный церкви Блашихинского района отец Николай. Как добрый наказ и эстафета поколений звучали слова ветеранов. В тот момент, наверное, пожилые люди чувствовали себя вновь молодыми, вспоминали свою героическую молодость. Ну а молодость, присущая ей самонадеянностью, проверила свои силы перед ровесниками и тревожно заглядывала в глаза любимым. Будут лишь дать. А матери с затаенной грустью, посматривая на своих возрослевших сыновей. Ведь сердце матери всегда болит за сыном. Ну, что бы на пусть, как и пожелать. Чтобы служил хорошо бы, чтобы самое главное здоровье было бы, чтобы в коллективе дружил бы. Ну и чтобы все нормально, вернулось бы, жив и здоров бы. И всем солдатам, не только вот сыну, это самое сыну, и всем солдатам, всем остальным. Господи, я желаю всем счастья и здоровья, чтобы вернулись бы, жив и здоровы бы. И все. Работники военкомата и ветераны вручили новобранцам военные билеты и небольшие, но так необходимые в солдатском быту подарки. Последнее объятие. И вот застроим солдат под звуки торжественного марша, и ребята тянутся к автобусу. Парш! Последнее дружеские объятия, материнские слезы и автобусы увозят ребят на встречу новой армейской жизни. А матери с нетерпением будут ждать писем от своих сыновей, украдко вздыхать, как там ему живется, и ждать, ждать долгих, неспокойных два года. Субтитры создавал DimaTorzok